Доброе утро всем! Доброе утро! Мы хотели выспаться, но мы выспались раньше, чем мы ожидали. Мы проснулись... Я мама в 7 утра вообще, а я в 9. Нет, но я потом уснула. А! Я до 9 тоже спала потом. В общем, мы проснулись в 9. Кто пропустил, не знает, где мы сейчас, вчерашний влог смотрим. Мы в Ковеле. Зачем я сказала, смотрим вчерашний влог, а потом сказала, где мы находимся? Мы приехали в город Ковеле, это в Украине. Рядом, кстати, недалеко от границы к Беларуси, но мы поедем завтра на границу с Польшей, потому что тут меньше людей, меньше загруженности, соответственно, меньше пробки, мы ее быстро пройдем. Дальше поедем куда-то в Польшу, может быть, в Варшаву, пока я точно не знаю. Сегодня у нас есть две важные миссии. Нам нужно найти кафе, где можно покушать и заказать еду с собой, чтобы у нас было чем поужинать потом. И также стирка. Нам нужно найти, где постирать вещи. Но, как я поняла, мама уже выяснила, что у нас в отеле есть стиральная машина с сушилкой, и договорилась, что наши вещи могут постирать. Поэтому я вот эту пижаму хочу, в которой я неделю хожу уже отдать на стирку, хочу термо-белье вот эту кофточку постирать, хочу... что, больше там у меня что-то ничего нет? Нет, основной вот это верхнее сейчас постирать пижамой, и... Может быть, спортивный костюм, может быть, кофту со спортивного костюма, в которой я езжу. Штаны можно не стирать, а кофту вверх, в которой я все время сижу, три дня в машине, а то ее можно вкинуть тоже. Ну, я думаю, я не даваля за столько вещей, скажу, что мы два костюмчика вам принесем, оно влезет туда, это все... Ладно, сейчас подумаю. Короче, мы начинаем новый день, настроение нормальное, потому что мы выспались, нам никуда не надо бежать, ехать сейчас, спешить, и еще сегодня 8 марта, поэтому всех с 8 марта, девочки. Не таким должен быть этот праздник, конечно, как сейчас в этой обстановке, но в следующем году все будет хорошо. Кровать была очень удобная. Она, конечно, супер узкая, я боялась перевернуться и свалиться просто, но мне было так все равно, из-за того, что мягкое мне было теплое одеяло, что я не переживала, так что поспали мы хорошо. Правда, у нас очень сильная слышимость в номере, то есть это уже выход с номера, и там сразу вход в отель, и сегодня в 7 утра или в 6 какие-то люди то ли заезжали, то ли выезжали с кучей детей, и они так орали, я проснулась от крика, но быстро уснула, потому что я хотела спать еще. Мы отдали с мамой вещи в стирку наши, и, соответственно, сменили одежду. Пока их там будут стирать, их там и высушат в сушилке, это радует, мы кушаем. Разогрели в микроволновке здесь гречечку, капусточку, котлеточки, и мы просто счастливы. Я параллельно занимаюсь поиском места, где нам смогут сегодня помочь с ногтями. Просто посмотрите, что в ней происходит. У меня два ногтя вообще обломались, все остальные у меня в трещинах, и очень сильно отросло покрытие, мне супер неудобно и очень некомфортно. Я хочу, чтобы где-то нас просто сегодня приняли и хотя бы просто сняли фрезой покрытие, не надо ничего красить, и убрали длину. Все, потому что там потом в Польше, я не знаю, где его искать, договариваться, я пока вообще не понимаю, как там будет обстановка, салоны, вот это вот все, что там, ну в общем, и я пытаюсь сделать все максимальное, что можно в Украине. Я думаю, даже на автомойку может сегодня съездить, помыть машину, попылесосить в салоне и попить еды еще с собой. Ну короче, много всего надо сегодня на самом деле сделать, но вот это я просто уже не могу, мне очень все мешает, и оно все зацепается, потому что я не подпилила то, что обломалось уже. Короче, это ужас. И тут здесь тоже, видите, один ноготь у меня отломан. Итак, мы с мамой уже едем на маникюр. Я не могла себе представить, что я скажу эту фразу вообще в ближайшее время, но чудесным образом нашлась девочка, которая согласилась нас сегодня взять и сделать, ну я не знаю, сможет она снять и покрыть чем-то, или только снимет и уберет длину. Ну, ну просто для меня, например, это прям жизненно необходимо, хотя бы убрать длину на тех ногтях, которые потрескались, и снять покрытие, чтобы оно дальше не отрастало. А там уже как-то мы в любом магазине, если что, купим пилочку, ножницы и все там себе сделаем. Так жалко маникюр, Линочка. Твой маникюр так хорошо держится, я бы еще с ним, наверное, недельку проходила, но там потом меня не найдут. Можете найдем, может, нам сейчас так кажется, что это будет проблемой, но просто не знаю. Посмотрим. Это ковель, кстати, вот такое. Я счастлива. Ну, то есть, вот то, что у нас происходит, да, в логике. Все. Не сняли. Их даже покрыли. Нам не просто сняли, нам покрыли. Это, я не знаю, это нам просто дико повезло. Я не знаю, мне просто случайно сегодня пришла эта мысль в голову, чтобы все-таки попробовать рискнуть найти в ковеле какой-нибудь салон или мастера просто, который готов сделать. Но мне изначально казалось, что миссия невыполнима, потому что день в день обычно записаться невозможно, а сегодня еще и 8 марта, то типа выходной. А я понимаю, что в ковеле спокойно, скорее всего, все нормально себе отмечают праздник и не переживают. И вот. Но я, наверное, салонов в 10 написала. Я прям много очень куда кинула запрос, и вот нас взяли. Я сделала такой же цвет, как у меня был то, чтобы его было не видно, куда он будет срастать. Я запаслась, убрала максимум длину, чтобы можно было потом, если что, долго его не переделать. У нас следующая мама на очереди. Так, мало того, у нас еще и двоих приняли. У нас еще и двоих взяли. Вот мамулик выбирает себе цвет. Я сейчас ее подожду, пока ей сделают. И мы поедем покушаем. Пойдем. Или поедем, пока не знаю. И еще нам нужно на автомойку помыть машину. Мы бежим за едой. Ближайшее единственное заведение, которое открыто сейчас, оно работает до 18.00, сейчас без 15.00. И мы просто бежим, потому что мы очень хотим кушать. А вот мы сейчас проходим мимо, и все закрыто. Кроме вот этого. Это какой-то магазин, подожди. Ну пошли. Ладно, давай сойдем, протухол. Короче, туда, куда мы бежали, мы не успели. Но мы завернулись за поворот, и вы не поверите, что мы видели. Мы нашли то, что я хотела еще с самых черкас. Мы нашли роллы. Я счастлива. Кушаем с мамой уже. Заказали еще с собой лапшу. Взяли, короче, салат, роллы. Тупо реально, потому что больше ничего не работало. Я была, ну я больше хотела бы попасть все-таки в столовую, чтобы взять нормальные, именно домашние еды, там типа каши какой-то, там котлетки какие-то, чтобы взять наперед с собой в дорогу. А в суши-баре мы особо ничего с собой не возьмем. И придется завтра все равно искать что-то утром, когда мы будем выезжать в дорогу. Придется искать все равно какую-то место, чтобы взять там на все, где-то нормальный. Потому что мы же не повезем сушить и по собой. Это такое вообще ужас. Идея. Короче, я вам так скажу, я расстроилась. Было невкусно. Реально невкусно. Почему такая желтая-красная косинка? Мы заказали с собой, чтобы поесть завтра, лапшу. Но судя по тому, что вся еда там была не очень вкусная, лапша, мне кажется, тоже будет так себе. Мы бы предпочли на самом деле гречки с котлетами. Это было бы более целесообразно, питательно и логично. Поэтому завтра перед выездом нам придется найти где-то покушать еды. Собой в дорогу. И чтобы это было нормально. Я надеюсь, мы вообще не трогаем все. И оно все нормально переварится. То, что мы съели. То, что и роллы были очень странные. Салат был странный. Суп был странный. Короче, все в васаби, в комере было странно. Не знаю. Ну, короче, ладим. Что меня удивило, что на два квартала, которые мы с мамой пробежали, там была куча кафешек. И это было единственное, что там работало. Почему именно суши-бар? Я рассуждаю. Почему именно суши-бар работал из двух кварталов кафе? Мама. Мама не услышала. Она в наушниках сейчас... Не, она в наушниках монтирует, сидит влог сейчас свой. Короче, я сейчас умоюсь, почищу зубы, и мы будем спать. Завтра мы хотим выехать где-то в 11 из дом, ну, из отеля, и сразу на границу. Пересекать мы будем на пункте пропуска Ягодын, называется. Это самый крайний пропуск к Беларуси. Он... Так... Ой. Я чуть-чуть выдавила прыщик, и у меня здесь кровь. Он самый высокий к Беларуси, поэтому там мало людей, потому что далеко ехать, и плюс там... Типа близко. Некоторые стремаются, не знаю. Но мы завтра побыстрее поедем, не хочется долго тут задерживаться. Чуть-чуть все-таки стрёмно. Мне ещё сегодня папа написал, что в Беларуси мобилизировали войска тоже, туда-сюда, и это как-то... Мне прикольно. Ладно. У нас тут срач, беспорядок, потому что всё постоянно достается, куда-то перекладывается, мы постоянно ищем какие-то вещи, поэтому невозможно тут держать чистоту. Я говорила вам, что в Варшаве мы уже забронировали на две ночи номер. На две ночи, потому что в том отеле, который мы выбрали, не было больше свободных ночей, и у нас будет две ночи для того, чтобы определиться, что мы будем делать дальше, куда мы поедем дальше, или мы там останемся. Я вообще не понимаю. Тревожно из этого, потому что непонятно, чего нам ждать, куда нам двигаться, как всё будет разворачиваться, непонятно, как там всё работает, как там всё устроено. Я сегодня спросила у вас в Телеграм-канале, что полезного нам нужно знать о Польше, к чему надо быть готовыми, и мне там много всего написали вы. Например, то, что я точно запомнила, там очень большие штрафы за нарушение правил дорожного движения, нужно пристёгиваться, ездить аккуратно, за превышение скорости большие штрафы. Самое, что мне писали популярное, это что там нужно парковаться только в отведённых местах, и всегда оплачивать парковку, потому что штрафы за парковку в неправильных местах очень большие. Ещё мне написали, что там нежелательно говорить на русском языке и лучше говорить на украинском, украинский они плюс лучше понимают, но многие посоветовали выучить какие-то базовые на польском языке выражения, предложения, вопросы, чтобы было всем легче. Ну а так многие сказали, что польский довольно понятный, он похож на украинский, поэтому и его хорошо понимают там относительно, и мы, польский, частично сможем понять. Ну я надеюсь на это, но всё равно мне стрёмно, потому что, как я поняла, английский это не особо тоже сильная сторона в Польше, то есть его больше знают там подростки, молодое поколение, кто сейчас его постоянно изучает в школе, а вот взрослые люди английский знают не так хорошо, и, короче, непонятно, как лучше, как будет, и мне страшно, что я окажусь к чему-то не готовой. Но что меня радует, что сейчас многие говорят, что в Польше стало очень много украинцев в связи с последними событиями, и поэтому найти кого-то, кто понимает украинский, намного легче, и найти свой язык, услышать его там тоже будет довольно легко, потому что там сейчас очень много украинцев, особенно в столице, в Варшаве, поэтому надеюсь. У меня еще есть знакомая в Варшаве, с которой мы знакомы чисто онлайн, мы в жизни не виделись, но это девочка Маша, с которой я когда-то сотрудничала, делала ей рекламу в Инстаграме, мы потом так разобщались, она очень милая, она живет в Варшаве как раз, и, в общем, у нас такие довольно хорошие отношения, я спросила у нее вчера, куда нам лучше двигаться в Польше, может у нее есть какие-то советы, потому что она там местная, она сама из Украины, но вот живет в Польше, сейчас она там учится, и она нам посоветовала тоже как раз таки, уже сегодня она мне ответила, когда мы уже забронировали номер, но все равно она сказала, что да, едьте в Варшаву сначала, отсюда потом дальше, ну, решите, как вам двигаться, куда, она предложила, если нам будет нужно найти жилье на подольше, то встретите с нами и поездить по квартирам, пообщаться с поляками на польском, потому что она его знает, и она поможет нам с этим разобраться, если что, вот, но пока что я на блокинге сняла номер на две ночи, а там разберемся, как я уже сказала, что еще о Польше, я поняла, что там сейчас не поменять гривну, сейчас это там очень невыгодно, и практически невозможно найти, где ее поменять, именно наличные, поэтому мы будем расплачиваться или карты, или менять доллары на злоты, узнала, что курс злотых гривни, это где-то 6,5-7, он там чуть-чуть колеблется, мы сняли номер с мамой на две ночи за 400 злотых, и, ну, это относительно того, что я видела, довольно нормальная стоимость, не слишком дорого, потому что сейчас цены там выросли, реально сложно найти что-то за приемлемые деньги, получилось, что где-то 100 долларов нам стоил на две ночи ночлег, по сравнению с тем, что сейчас есть, реально это, ну, недорого, в принципе, есть намного, ну, дороже варианты, мы будем стараться что-то искать более-менее экономное, но и в хостеле не очень хочется останавливаться, еще, кстати, многие из вас мне пишут, что много есть там бесплатных всяких штук, там, льготы, бесплатные проживания они там предоставляют бесплатный транспорт и так далее, но я скажу вам с вами не на этот счет, я думаю, что эти услуги, они есть исключительно для тех, у кого действительно нет денег, кто действительно бежал супер экстренно, у кого там большая семья и людям действительно очень нужна помощь, я, ну, предпочитаю отдавать эти места таким людям, у нас, мама, есть возможность пока что финансово себя как-то обеспечить в Польше, я понимаю, что какое-никакое жилье мы сможем себе оплатить, там, бензин, чуть-чуть еды, на это у нас, в принципе, хватит денег, я не хочу своими жлобскими какими-то порывами занимать место людей, которым это действительно очень нужно и которые, ну, просто у них нет другого выхода, они действительно должны оформлять статус беженца, потому что им это супер нужно, поэтому мы не будем с мамой пользоваться услугами с какими-то бесплатными, скорее всего, чтобы оставить это другим, вот, поэтому, так, не хочется тоже, мы смотрели, ну, сегодня варианты жилья, очень много есть хостелов, именно в которых большой номер, и там, к примеру, 8 кроватей, ну, как в общежитии, и люди живут все вместе, мы как бы посравнивали цены и понимаем, что разница сейчас не такая прямо и большая, то есть, что хостелы сейчас дорого, места в хостелах, что отели сейчас дорого, поэтому мы выбрали все-таки номер в отеле, не знаю, как в долгосрочной перспективе, это невыгодно, если мы решим все-таки остаться в Польше на там какое-то время, то нам нужно будет найти жилье на долгосрочный период, это будет выгоднее, но я посмотрела еще квартиры там на месяц, какие цены на OLX на польском сайте, многие из вас тоже мне рекомендовали, то, конечно, такое, ну, цены там чуть выше киевских, я бы так сказала, на жилье, ну, будем, будем что-то смотреть, я говорю, мы пока не знаем, что, что будет происходить дальше, как мы в Польше разместимся, нам там будет комфортно или нет, если да, то будем смотреть жилье, если нет, может быть, поедем куда-то дальше, я не знаю, куда, мы, вот все, что в основном у меня есть инфа в голове о там странах, это вот то, что вы мне пишите, советуйте, кто откуда, вы там рассказываете какие-то там преимущества, чего у вас происходит, за Литву и Латвию многие из вас очень пишут, что там кайфово, приезжайте к нам, тут хорошо, многие пишут про Германию, но честно, я как-то в Германию не очень хочу, у меня почему-то в голове такая пунктик, что в Германии как-то тяжело, ну, мне кажется, там особый менталитет какой-то очень отличающийся, я бы не хотела, наверное, в Германии жить, плюс там дорого, мне кажется, будет, а у нас сейчас, ну, не то сейчас время, чтобы лишние деньги тратить на там какие-то, опять же, хотелки, в Австрии, говорят, очень классно, кайфово, но там тоже очень дорого, ну, типа там жить, нет, попутешествовать, когда-то поехать, когда не будет такой ситуации в стране, да, но в этот период нет, это точно не вариант, мы еще узнавали по поводу Турции, там дешевле на порядок даже, чем в Польше, но туда придется лететь на самолете, а билеты сейчас из Польши в Турцию вообще куда угодно очень подорожали, потому что там наплыв туристов, ну, как туристов, не туристов, а людей, это не туристы сейчас, это беженцы, и но именно жить в Турции как аренда жилья и вот это вот все, продукты и так далее, это финансово менее затратно, чем в Польше даже будет, короче, сложно, голова кипит, мне стрёмно, я не знаю, чего завтра ждать, как это все будет, я вроде как днем сегодня подрасслабилась, а сейчас под вечер я как обо всем подумала, что завтра нас ждет, и мне так стрессово стало, я в шоке, и просто понимаю, что завтра как раз тот день, когда мы, блин, уедем из страны, далеко, и мы будем там не дома, мы не будем чувствовать себя там дома, я проходила через эти чувства, когда я ездила в Москву, в хаос, и это тяжело, реально, как бы ты там не пытался отвлечься, сконцентрироваться на чем-то хорошем, приятном, и так далее, все равно ты там себя дома не почувствуешь, и это истощает, я бы так сказала, это реально истощает, и очень скоро нам очень захочется домой, очень, я надеюсь, что мы сможем вернуться скоро, все, ребят, я ушла спать, наговорила вам долго, но мне надо было вот это вот все с вами поделиться, всех люблю, целую, я не знаю, когда я смогу выставить этот влог, потому что здесь у нас нет интернета, и когда мы в Польше найдем хороший интернет, я тоже не знаю, поэтому, когда бы вы не смотрели это видео, сегодня 8 марта, когда я вам это рассказываю, всех с 8 марта, девочки, пока.